Формат визита председателя КНР Синьцзиньпиня сюда, в Москву, говорит о том, что наши отношения находятся на, как никогда, высоком уровне. Та цель, которую лидеры наших стран поставили, достичь товарооборот в 200 миллиардов долларов к 2024 году, и которая еще там три года назад казалась сложно достижимой, уже очевидно, что мы ее достигнем досрочно в этом году. Что дает нам основание об этом говорить? Во-первых, это интенсивность нашего взаимодействия и совместные проекты. Во-первых, конечно, традиционно в энергетической сфере Россия наращивает поставки газа в Китай, Россия становится одним из крупнейших, если не крупнейшим поставщиков нефти на сегодняшний момент, нефтепродуктов в Китай. Россия продолжает поставлять уголь в Китай, и поэтому эти отношения, эти долгосрочные контракты, которые исполняются, они, конечно, создают такую мощную основу не только для торгового сотрудничества, но и для инвестиционного сотрудничества. Поэтому у нас большой пакет контрактов, инвестиционных проектов в этой сфере. Параллельно с этим развивается, конечно, сотрудничество по поставкам, по промышленной кооперации. Все больше проектов, когда российские и китайские предприятия начинают производить совместно. Все больше китайские компании инвестируют на территорию России. Если мы сейчас посмотрим, то совместный пакет инвестиционных проектов российско-китайских достиг 165 миллиардов долларов США. Параллельно с этим развивается инфраструктура, которая обслуживает эту торговлю. За прошлый год было открыто две новых транспортных коммуникации. Это автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и железнодорожный мост Нижнеленинская-Тунзиан. Эти два перехода способны существенно дать прирост во взаимной торговле. Визит на таком высоком уровне и столь детальная проработка и обсуждение всех вопросов. Это будет очень мощный импульс, который будет поддерживать высокий темп взаимоотношений, работы и решений вопросов на ближайший год и дольше. В конечном итоге должен быть в ближайшее время подготовлен план социально-экономического сотрудничества до 2030 года. Такую задачу поставили лидеры наших стран. Для этого подписан соответствующий меморандум, где основные цели и задачи закреплены. Поэтому все направления, о которых я сказал, и другие направления, они войдут в основу этого меморандума и войдут в основу следующего долгосрочного плана развития наших отношений. Мы как Министерство экономики в первую очередь, конечно, чувствуем поддержку по линии всемирной торговой организации, где мы действительно с Китаем находимся на одних позициях относительно и развития, и реформы ВТО, и выступаем действительно за конкурентную, открытую, честную торговлю. Параллельно с этим также мы с Китаем, конечно, общие треки у нас и БРИКС, и ШОС, и другие международные организации. Мы здесь очень благодарны китайской стороне за такую последовательность в отстаивании наших совместных принципов общего развития, включающего, дающего возможность развиваться всем странам, не только развитым, но и развивающимся, и тем, кто ищет еще свою повестку. Продолжение следует...